Предъявлять в суде скриншоты и фотографии, например, да, вот такие вопросы поступают. Вот смотрите, когда человек в суде предъявляет скриншоты или фотографии, то есть скриншоты надо по уму у нотариуса заверять. Вот, если я не возражаю, то суд может принять и скриншоты, и фотографии. Я, естественно, всегда возражаю, говорю, скриншот невозможно установить подлинность, фотошоп это или нет, поэтому прошу, ну, не приобщать к материалам дела. Вот, то же самое с фотографией, невозможно установить дату, невозможно установить подлинность. Вот, прошу не приобщать. Иногда судьи приобщают, иногда не приобщают. Ну, в любом случае, любая, ну, две стороны в суде борются, да, то есть в любом случае я всегда возражаю на автомате. Поэтому вы делайте так. И взамен, как я поступаю, чтобы, ну, схитрить немножко. То есть я вот эти фотографии и скриншоты, да, не всегда их можно у нотариуса, во-первых, это дорого у нотариуса. Во-вторых, ну, поэтому не всегда их выгодно, да, вот, предъявить суду охота. То есть направляется либо вместе с исковым заявлением, скриншоты и фотографии, либо отдельно там по почте, через канцелярию и так далее. То есть чувствуете разницу, да, вместе с исковым заявлением судья уже все это принимает, все автоматом в дело подшивается. То есть примет судья во внимание, не примет, это уже дело другое. Но оно находится в материалах дела гарантированно. Вот. Если подать через канцелярию почты, там, или почтой уже потом, когда дело принято, чуть-чуть похуже, но тоже, оно все равно в деле. Но судья может отклонить. Вот. Если подать на заседание, то если противоположная сторона возражает, то, ну, как бы судья имеет право, действительно, ну, невозможно, вон, любой скриншот можно подделать, да, копию паспорта, любую можно подделать в фотошопе. Поэтому я рекомендую вот эти вот слабые доказательства, которые суд может не принять, это не заверенные нотариусом скриншоты, фотографии, да, распечатки какие-то с сайтов, там, ну, все что угодно, вот такую информацию, все. Ее лучше вместе с исковым заявлением отправлять или же по почте, там, через канцелярию суда. Потому что, повторюсь, если на заседании вы попросите приобщить, а вторая сторона будет против, то судья легко может отказать, поскольку, повторюсь, дату изготовления скриншота и подлинность проверить невозможно, да, в рамках судебного. А, соответственно, это не может быть допустимым доказательством.